Все о новых законах и о том, как правильно решать конфликтные ситуации на избирательных участках. Обучающие семинары для общественных наблюдателей проходят во всех муниципальных образованиях. Тренинги провели в Октябрьском районе Самары. Я никогда не был общественным наблюдателем. Я немного знаю, что это из себя предстоит, но на себе это не пробовал. Мне интересно вообще, каково это. Даже какой-то опыт получить. Общественный штаб наблюдений за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. Со-председателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. В настоящее время общественники координируют обучение наблюдателей. Для предстоящих выборов необходимо подготовить более 7 тысяч независимых специалистов. Это такие независимые люди, которые по сути на избирательном участке будут выполнять некую роль третейского судья. То есть это совершенно не аффилированные, не заинтересованные в победе какого-то конкретного кандидата или партии люди. Наблюдателем на выборах может стать любой гражданин России, обладающий активным избирательным правом, но не работающий в органах власти. Ответы на вопросы, связанные с обучением, можно получить по телефону горячей линии, номер которого на экране, или по электронной почте. Ольга Павлова, Константин Головин. События.